На архитектурном конкурсе было представлено четыре проекта. Жюри на протяжении нескольких часов действительно рассматривали все предложения, которые поступали от членов попечительского совета. Напомню, что в попечительский совет входят три посла, порядка десяти международных организаций, которые занимаются вопросами Холокоста и вопросами сохранения исторической памяти. И также очень важно было учесть мнение всех граждан, всех жителей города, которые проживают рядом с местом, в котором мы планируем реализовать проект мемориала. Хотелось бы отметить, что мэр города на протяжении большого количества времени проводил постоянно скайп-конференции с членами попечительского совета, с представителями диаспор, и вопрос сохранения исторической памяти для мэра города и по его указаниям сегодня является нашим приоритетом. И создание такого мемориального сквера с зелеными зонами, действительно с архитектурными всевозможными элементами, которые заставят все будущие поколения помнить о трагических событиях, которые произошли на территории пороховых складов в Одессе, это действительно важнейший сегодня международный проект, который реализовывается в Одессе. Мы считаем, что закладка капсулы, которая состоится ориентировочно 23 октября этого года, станет действительно стартом создания данного мемориального комплекса. Помимо того, действительно, мы сегодня получили гарантии от министерства, и мы уверены, что этот проект будет реализован. Помимо того, уже в ближайшее время мы планируем подготовительные работы по созданию детской новой площадки в современном стиле, а также уже сегодня будет дан старт проработки полного проекта, и он также будет, окончательный проект, его реализация будет представлен как нашему архитектурному сообществу, так и гражданам города Одессы, а также членам попечительского совета. Сама идея мемориала возникла практически сразу. Предварительный анализ занял около недели, мы рассматривали, изучали, вдохновлялись тем, что было сделано в список стран, я предоставлю, где были эти мемориалы, сейчас на памяти я вам не скажу. Но сами сроки были очень сжатыми, поскольку такой возможности, которая предоставилась нашему городу, получить огромный грант от Немецкого фонда экономического развития и устроить такого рода мемориал, это, скажем так, мне кажется, впервые такое произошло, и поэтому архитекторам нужно было думать очень и очень быстро. Но поскольку мы на самом деле очень любим свой город и очень любим историю нашего города и болеем за те трагические события, которые здесь происходили, поэтому идея, она молниеносно закрутилась в голове, и главная задача была эту идею сделать достаточно трогательной, особенно для тех людей, которые об этой трагедии не знали. Вышла. Маленький комплимент. Спасибо. Спасибо вам. Также проект вы можете сразу видеть на экране. Дополнительный слайд на экране. Спасибо вам большое за вашу работу. Поздравляем вас с победой. Спасибо. 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 Спасибо.